На автосалоне в Лос-Анджелесе Audi показала купеобразную версию электрического кроссовера E-Tron, которая получила приставку Sportback в названии. Если не считать мелких деталей, вроде серебристых вставок на бамперах и нового набора цветов, то важнейшие изменения в дизайне это, конечно же, покатая задняя дверь и пониженная крыша, которые вместе улучшили аэродинамику, но изъяли 20 мм пространства для задних пассажиров и уменьшили задний багажник на 45 литров. Что важно для батарейного автомобиля, так это аэродинамическая эффективность, потому что она улучшает запас хода. Мы уменьшили высоту и получили лучшую обтекаемость и повысили запас хода. По сравнению с обычным E-Tron он вырос на 35 км. Но куда интереснее оптика. E-Tron Sportback первым в мире нашел серийное применение матричным фарам с микрозеркалами. Технология называется DMD и уже используется в видеопроекторах. В ее основе чип с миллионом микрозеркал размером в сотые доли миллиметра. С помощью электростатических полей каждое микрозеркало наклоняется до 5000 раз в секунду. Светодиодный свет либо направляется через линзы на дорогу, либо поглощается, чтобы убрать из светового пучка отдельные области. Технически Sportback полностью повторяет исходный E-Tron и тоже предлагает две версии с индексами 50 и 55. Старшая выделяется не только номинальной мощностью и более емкой батареей, но и режимом овербуста, который позволяет на 8 секунд нарастить отдачу до 408 лошадиных сил и ускорить разгон до сотни еще на секунду. Продажи купеобразных E-Tron стартуют весной, но предварительные заказы в Европе начнут принимать в ближайшие дни. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ